И всем привет! С вами Travel Camel и Яня. И сегодня мы едем в пустыню. Когда я впервые увидела фотографию белой пустыни в Египте, я поняла, что хочу там побывать. Так что, недолго думая, я купила тур. Нас привезли в небольшой гестхаус. Он выглядел достаточно симпатично и находился в прямом смысле посреди ничего. Вокруг заботливо высадили какие-то растения, смотрелось очень мило. Нас привезли в небольшую комнату, напоили чаем, а дальше как следует покормили. После этого нас всех упаковали в сафари джипы, и мы двинулись навстречу Сахаре. А знали ли вы, что Сахара вторая по величине пустыня в мире? Она уступает только антарктической пустыне. Вы скажете, что? Антарктическая пустыня? Это место, покрытое льдами? Да-да, все дело в том, что если вернуться к такой базовой характеристике пустыни, то это территория, отличающаяся засушливым климатом, где крайне редко выпадают осадки. А, собственно, в Антарктике очень редко выпадают осадки, так что все сходится. Антарктика получается первая по площади, а Сахара вторая. Но, конечно, Сахара будет в разы жарче. Хотя, в связи с изменением климата, за последние 20 лет уже 4 раза в Сахаре выпадал снег. Приведу тут несколько фотографий. По-моему, выглядит очень красиво. Первым делом, так сказать, для разогрева мы поехали в Черную пустыню. Много миллионов лет назад на этой территории были горы и огромный действующий вулкан Туфу. От него на данный момент уже ничего не осталось, а вот пустыня до сих пор покрыта плотным слоем черной пыли, камней вулканического происхождения, который называется Далерит, и черной лавой. Очень эффектно выглядит контраст оранжевого песка и этих черных полос, стекавших когда-то лавы. Когда все вдоволь нафотографировались, мы снова прыгнули в джипы и двинулись навстречу следующей остановке, которая была весьма скоро. Это оазис в пустыне. Вода — это жизнь, как вы помните. И тут она бьет ключом. Кто-то не выдержал и нырнул прямо в этот ледяной источник. Но мы с девчонками решили запихнуть ножки, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать эту прохладу. Температура на градуснике поднялась уже до каких-то невероятных высот. В принципе, весь тур был организован следующим образом. Нас разбили на четыре джипа, и у каждого был свой водитель. Мы двигались все вместе, группой. Соответственно, если у какой-то машины была какая-то проблема, можно было остановиться и помочь. Водители также по рации постоянно переговаривались. Когда мы приезжали на какой-то спот, нас высаживали и говорили, сколько времени у нас есть. На этом споте нас высадили и сказали, что у нас есть 10 минут. Но я этого не услышала, поэтому пошла исследовать окружающую местность, совсем не обратив внимания на то, что группы-то уже не видно. Я перевалила за холм этой большой горы, потому что меня очень захватили эти прекрасные пейзажи. Передать, как красиво тут. Да, пустыня может, конечно, удивлять. И вы посмотрите, просто все белое. И нет, ребята, это не соль. Это известняковая порода. Но подробнее о ее происхождении я расскажу вам чуть позже. Разводила вы такое? Не могу. Спросила про дрон, мне сказали, ни в коем случае, там военная часть, его сразу же собьют. Ребят, хоть кого-нибудь видите? Когда я возвращалась обратно, оказалось, меня ждут уже 20 минут. Неудобненько вышло, но что поделать. Место мы спереди заняли, и мы двинулись дальше, навстречу той самой белой пустыне. Водители, кажется, получают настоящий кайф от своей работы. Они носятся посреди этой пустыни, газуя, и играют друг с другом. И это, конечно, добавляет эмоций, даже когда ты на пассажирском сиденье. Но я тайно мечтала сесть за руль. На прямой вопрос мне отказали, так что пришлось удовлетвориться местным пассажирам. В общей сложности в машине мы провели в этот день, конечно, очень много времени. То есть остановки были по 10-15 минут. И даже когда мы приехали в это легендарное место, где известняковые породы являют собой какие-то невероятные фигуры, нам выделили всего-то 20 минут. Что было, конечно, обидно. Хотелось гулять и разглядывать все это чудо много-много времени. Миллионы лет назад на этой территории находилось дно океана. Однако со временем и изменением климата вода отсюда ушла. Остались известняковые отложения, образованные из останков морских обитателей. Планктоны, улиток, амонитов и кораллов. За тысячи лет ветер выточил из известняка различные скульптуры. Самая известная из них, наверное, вот этот гриб со шляпкой и курица. Их специально обнесли ограждением, что, по-моему, не имеет никакого смысла. Когда у тебя тысячи таких скульптур, ограждать конкретно одно или два, ну, кажется просто абсурдно. Жалко, конечно, что их все не обнесли ограждениями, потому что несознательные туристы, как я, например, подходят, обнимают и, хочешь не хочешь, и стирают часть этих меловых скульптур. То есть, в буквальном смысле, пофоткавшись рядом с таким столбиком, я потом была вся в мели. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Это какое-то особенное место. Как вы понимаете, камень достаточно мягкий, крошится и легко окрашивает все вокруг. Помните, я иногда записываю бестолковые видео, чтобы просто напомнить себе, что я была в таком месте. Вот сейчас одно из таких, какое-то невероятное. Песок. Песок настолько мягкий, что, знаете, становится жестким. Как на таком сплоте не представляю. Говорят, что в 2002 году Белая пустыня была объявлена национальным парком. Тогда здесь появились смотрители. Но поверьте мне на слово, за целый день путешествия я не увидела ни одного. Уезжать нам отсюда категорически не хотелось. Хотелось ходить и больше смотреть, и исследовать эти причудливые камни. Но тянуть дольше было нельзя. Нам сказали, что нам надо поставить лагерь до темноты. Так что мы отправились искать место для ночлега. Наш кемпинг на сегодняшнюю ночь выглядит так. Палаток две, а нас двадцать. Как будем делить, пока непонятно. Вообще предложили спать на улице в буквальном смысле. Мне кажется, надо воспользоваться такой удивительной возможностью. Ну, еще для развлечения покатали нас немножко. Я думаю, конечно, не в Дубае, в пустыне на джейбе. Все-таки машинки слабее будут, чем там. Там помощнее. Но все равно весело. Пока для нас там готовят ужин. Я вооружилась сноубордом. Выбрала себе горку. Сейчас поднимемся. Ну что, готовы? Это супер плотный. Выこれで металлоподход. Гу, 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 гу! Гу, гу! Đ, гу, гу, гу! Гу! Как обычно, прёмся, куда никого нет. Идеальный вид. И идеальный веселый вечер. Все грязные, блин, подные. Помыться нам точно не светит. Но экспириенс супер необычный. Терпение и труд всё перетрут. А ещё упорство, наглость и лёгкое безумие. Идём повыше, чтобы был склон поинтереснее. Умяточки гладкие будут, как у младенца. Готовы? Сейчас, надеюсь, полетим. Ни хрена не полетели. Столько трудов в пустую траве. Вот обидно. Никакого толку от того, что так высоко залезло. Окей, я еду, но безумно медленно. Я не знаю. Это видео, наверное, надо будет ускорять, чтобы не уснуть в нём. Смотрю вот я на эти ворота и понимаю, мне туда надо. Наверное, это ворота в мою новую жизнь. Так давайте пройдём через них. Итоги дня. Красные надутые песком глаза. Куча каких-то невероятных видов. Обгоревший носик. Очень много песка везде, 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 везде. И куча классных воспоминаний. Знаете, я думала, ехать мне в эту пустыню или нет, господи. Мне кажется, можно никуда в Египте не ехать, сюда приехать. Конечно, большую часть времени вы проводите в машине, потому что от места до места достаточно долго ехать. А на самих местах у вас бывает 15-20 минут. Но кажется, что вся дорога того стоит. Лицо сожжённое солнцем. Обветрившиеся губы. Истощённое состояние. За последние 10 дней я толком не спала. Завтра подъём в 5 утра, чтобы успеть посмотреть всё, что хочется. И нет, это не я решила, это какие-то так решили. А послезавтра у меня билет в Александрию. Ай, весёлые я себе каникулы устроила под конец. Пытаюсь выжить максимум из того количества дней, что у нас с вами остались. Поскольку облаков сегодня нет, солнце просто тюкнулось за горизонт. Так что иду обратно в лагерь. Нас ждёт ужин на костре. И надеюсь, душевные разговоры. Народ начинает потихоньку выбирать место, кто где будет спать. Кто в тентах хочет, кто как я хочет на улице попробовать. Оказалось, что животных нет, а к нам тут кто-то пришёл. Оказалось, что этот кто-то краснокнижник, песчаная лисица. Она привела за собой ещё подругу, поэтому, оставаясь на улице спать, мы чувствовали себя чуточку некомфортно. А так выглядел наш лагерь со стороны. Ночью, конечно же, открылось просто какое-то бесчисленное количество звёзд над головой. И я силилась, чтобы не спать, лежать, смотреть на них, пытаться их все сосчитать и запечатлеть в голове этот момент. Этот особенный момент, когда впервые в жизни я сплю под открытым небом, вижу Млечный Путь. И вот это всё, оно такое близкое, такое реальное и такое невероятное. В общем, слов нет. Желаю вам чудесного дня, вечера, ночи, чтобы у вас там не было. Спасибо, что провели со мной этот день. Я вам крайне рекомендую отправиться в такую экскурсию, когда вы будете в Египте. И на сегодня это всё. Спасибо, что были со мной. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...